Денис, приветствую тебя на очередном поместном видео, следим за финансовыми рынками, ищем хорошие возможности и рассказываем, друзья, вам, всем об этих самых возможностях. Если какой-то актив очень прям интересует, обязательно говорите нам об этом в чатах, в комментариях, собственно, к этому видео, безусловно, приспособимся и попробуем найти что-нибудь интересное и в соответствии с вашим запросом. Ну что, Денис, давай тогда переходить непосредственно к нашим прошлым идеям и тому, что удалось интересного найти сегодня. Итак, демонстрация экрана. С конечком. Итак, прежде всего хотелось бы сказать, что сегодня важный день для рынков, потому что сегодня выйдет целый блок статистики американской. И это сразу в 15.30 по московскому времени заявки на пособие в обезработице, годовые данные по ОВП и заказы на товары длительного пользования. Эта статистика сама по себе важная. На основании этих релизов можно судить вообще о том, в каком состоянии сейчас находится американская экономика. Но сейчас она важнее больше, чем всегда, скажем так. Поскольку эти релизы нужно сейчас трактовать как возможность для дальнейшего роста американской экономики. И использовать, чтобы понять, как США противостоять последствиям COVID-19. Поэтому, если ты не против, Денис, сегодня давай поговорим об индексе доллара. Я думаю, что индекс, он, правда, консервативный и не такой уж и волатильный актив. Но сегодня может как раз на этой статистике что-то интересное показать. Да, давай. По поводу прошлых идей. Так, начнем с евро-доллара. Раньше я рекомендовал buy limit с уровня 1.12.50. Сегодня я буду давать рекомендацию по покупке индекса американской валюты. Поэтому, чтобы не противоречить, из позиций на покупку евро сейчас стоит выйти. В принципе, отложка сработала буквально несколько минут назад. Я ждал ее. То, что рынок доберется до уровня 1.12.50 буквально после нашего с тобой прошлого эфира. Но рынок без отката сразу пошел вверх. И вот только сегодня ее протестировали. Вот сейчас как раз котировки 1.12.44. Я думаю, что вернемся к планке 1.12.50. И можно будет выходить спокойно. Найдем в следующий раз возможности по евро для откупа или продаж. По рынку нефти очень неплохо удалось прокатиться. В целом, лично я делал акцент. И я, по-моему, ты меня тоже поддержал. В плане того, что рынок нефти очень сильно забрался вверх. И нужно, чтобы его, конечно же, начали распродавать. Коррекция назревала и с точки зрения техники, и с точки зрения фундамента. Можно эти причины, из-за которых нефтянку можно было пролить. И в целом уровень селлимита был с отметки 43.70. Как раз мы до нее добрались. И сейчас активно увалимся вниз. Уже только за вчерашний день потери около 5%. Это, конечно же, много. Это круто. Отмечу, что в распродажах текущих есть конкретное фундаментальное зерно. Это тот факт, что рынок наконец-таки начал обращать внимание на последствия и реализующийся риск второй волны коронавируса. Кто-то не признает это. Кто-то считает, что нет второй волны. Есть последствия еще продолжающиеся первой. Но вот цифры, я советую смотреть их на сайте Срединского центра Джона Хопкинса, указывают на то, что очень много новых очагов, где количество заболевших растет чуть ли не темпами, а превосходящими те, которые мы видели в марте-апреле. В Штатах, кстати, за вчерашний день необщее количество заболевших выросло сразу за сутки на 36 тысяч. Это пик апрельских уровней. Короче, как уже отмечалось, не бывает дыма без огня. Я думаю, что игнорировать этот фон ни в коем случае не нужно. Соответственно, если речь пойдет о реальном развитии второй волны, все это сразу похороны для темпов мирового экономического роста и, соответственно, для спроса на нефть. Рынок нефти еще снижается после того, как вышли вчера данные по запасам. Тоже я о них говорил. Запасы могут усилить коррекционную динамику. Так оно и произошло. Сегодня одна из сделок – это допродажа нефти. Для тех, кто не заходил раньше в СЭЛ с уровнем 40.10. Вот мы сейчас плавно к нему подбираемся. И с этого круглого рубежа через затошку СЭЛ лимит. Ну, 40.10, 40.20. Можно зайти в расчете на еще одну. Ну, дальнейшая коррекция. СЭЛ уже в районе 37 долларов за бар. Короче, пока идет снижение. Нужно пользоваться. Возможно, также рынок быстро выкупят, но это уже будут, скажем, последующие комментарии, когда это произойдет. Сейчас я больше настроен на снижение. И вторая идея по индексу доллара. 97.17 индекс американской валюты сейчас. Я предлагаю сделку. Болимит с уровня 97.00 ровно. Вот тоже сейчас индекс локально снижается. И допускаю, что в ближайшие час-два можем добраться до этой отложки. Покупаем. Ждем в районе 97.80 или даже 97.90. Стоп-пост можно поставить на уровень 96.70. Почему? Думаю, что индекс доллара все-таки вырастет. Потому что сегодня, как уже было отмечено, много статистики. И если данные не разочаруются, по прогнозам цифры будут неплохие, это должно оказать поддержку доллару. Поскольку эта статистика будет восприниматься как факт нахождения экономики на пути экономического восстановления. И чем больше будет таких признаков, тем меньше шансов на то, что правительство США и ФРС пойдет на доп. меры стимулирования, которые раньше и ввалили доллар из-за увеличения денежной массы. Не будет новых стимулов и не будет причин, опять же, для опасений за девальвацию и рост инфляции. В общем, следим за статистикой в 15.30 по Москве и ждем поддержку для доллара. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично, слово взял. Пока с рабочего стола сделал. Смотри, значит, ну, с тобой согласен только наполовину. Я не разделяю оптимизма касательно индекса доллара. Потому что, глядя на его комбинацию, которую он сделал, то есть перекрытие, во-первых, прошлого сегмента, как минимум, если брать по закрытию, то процентов на 90, а то и даже больше сделал. Плюс ко всему, цена подошла к зоне продавцов в диапазоне достаточно сильного сопротивления. И дальнейший рост, но в таких комбинациях бывает крайне редко. Тем более, если еще чуть детальнее его глянуть, под таким углом, тут даже видно, что на часовом графике, по большому счету, у нас формируется сейчас локальная кульминация в области достаточно сильного сопротивления. Поэтому здесь я бы рекомендовал больше присматриваться к продажам, чем к покупкам. Потому что откуда ты уровень взял 97, я прекрасно его вижу, понимаю его. У меня здесь так называемая зона покупателя присутствует. Но чаще всего она дает, в данном контексте, она дает коррекцию снова на ретест и потом уже валивает вниз. Поэтому я, например, по индексу долларов все-таки больше склоняюсь к варианту, что цена пойдет именно вниз. Вниз на тестирование тех рубежей, которые были у нас именно в пятницу. То есть в пятницу и в понедельник, когда начал отрастать. Разве что исключение, опять-таки, ну здесь это уже больше такой среднесрочный формат. Добой чуть выше. Но, если честно, пока я не вижу для этого особо причин. Как бы статистика, статистика. Но в последнее время, когда я смотрю, рынок уже плевать хотел на эту статистику. Потому что движется по своим каким-то законам, которые уже очень далеко отошли от реальности. Поэтому как по индексу бакса вниз вижу, так, собственно, и по евро. У меня есть, вот, была запасная сделана. Одна была более выше такая, более широкая зона. И одна вот пониже осталась 1.12, 1.12.25. Такая вот зонка покупателей, которая, как раз таки, может реально аттестировать и начать движение вверх. Единственный момент меня лично смущает. Это кумулятива, которая показывает у нас просто гигантские покупки вчера. И здесь вот вопрос. То есть их-то уже выбросили вниз, здесь все нормально сделали. Даже нижняя граница у нас, уже ближайшие, начинают потихонечку формироваться. Вопрос лишь том, дадут здесь хороший откупный объем или нет. Потому что если его дадут, я буду входить тогда и евро на покупку, и, соответственно, по индексу доллара пойдет вниз. Единственное, ждут подтверждения. Поэтому, да, правильное слово на счет 15.30 будет как раз показательный момент. И если эта штука сработает, то будет на самом деле супер. Касательно нефти. Нефть, я больше слоневский вариант, что у нас будет обязательно локальный рост. Причем самая первая цель, ну, я вот такой диапазон сделал. 39, 85, 40, 50. Здесь же у нас находится на данный момент ключевая недельная проторговка. И, само по себе, эта зона является у нас диапазоном продавцов. Вопрос в том, пройдут ее или нет. Потому что, в принципе-то, серьезного перекрытия вниз сделано не было абсолютно никакого вчера. Восходящая тенденция у нас не сломлена. И, в принципе, для серьезных шортов, пока, ну, с текущих, я бы уж точно не рекомендовал бы входить. Потому что очень большой риск. Тем более, в данной комбинации, смотри, при переходе на часовой график, у нас есть самый крупный объем на протяжении падения, который, по сути, является откупным. То есть, вот эта свечка с большой такой тенью внизу, маленькая тельца, и даже первичная реакция была сделана вверх. То есть, это означает, что здесь начали однозначно заходить и покупатели, и выходить продавцы. Это видно также по точечным сделкам, которые по виду прошли вот красным цветом, по аску прошли вот зеленым цветом. То есть, начали потихоньку накапливать покупки. Поэтому, в идеале, пробой вот этого всего сегмента, то есть, уровень 38-40, пробой его вверх фактически означает, что рынок готов к росту как минимум в район сороковки. Вот здесь уже буду следить за реакцией, потому что либо от 40 нам все-таки дадут реакцию вниз, и тогда нужно будет продавать, либо же все-таки пройдут выше. Если дадут реакцию вниз, то маржинальная контрольная зона, движение вниз в район приблизительно, ну, плюс уровень, короче, примерно 34. Вот 34 бакса, это в том случае, если здесь зона продавцов отработает. Если все-таки ее пробивают и реакции никакой не дадут, то однозначно движение на перехай в район 43,5. Поэтому здесь я буду следить именно вот за тем, как цена даст реакцию в этой зоне. Если даст большой объем и разворот на комбинацию, там, большую тень вверху или еще что-нибудь пробьет вниз, все, тогда буду здесь входить на продажу. А так пока вот как минимум рост бот к этому диапазону. Ну, в конце концов, пока так вижу. Денис, спасибо тебе за комментарии. Ну что, остается только следить за тем, как поведет себя рынок. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что все, что происходит на площадках, более-менее читаемо, прогнозируемо с точки зрения фундамента и техники. Но рынок – это самое коварное, что только он знает, куда собирается направиться и где будет через день, через несколько. Следующий с тобой эфир уже в следующей неделе, снова будет много возможностей. Будем следить, анализировать и делиться торговыми рекомендациями. Денис, хорошего тебе за критикой недели и классных выходных. Да, спасибо. Взаимно. И до вторника. Пока. Пока-пока.